Добрый вечер! У нас будет три тура. Первый тур начинается в сентябре и заканчивается 11 октября. Все-таки с 31 октября мы будем вспоминать ребят, которые выступали в 2012 году. И с 1 ноября стартуют отборочные туры по всем номинациям. И те они будут до 29 ноября, и 29 ноября у нас отчетный концерт. Если говорить о фестивале, не могу не спросить почти музыкальным вопросом, для чего, для кого он проводится? В первую очередь, конечно же, для музыкантов. Почему? Потому что у нас огромное количество музыкальных коллективов, как выяснилось, в 2012 году. Было действительно очень много и заявок, и людей, которые выступали. И, естественно, раз это уже все есть, соответственно, это надо и не только повторить, но еще и попытаться сделать более красиво. Когда мы работали с коллективами в 2012 году, мы выяснили, что коллективы абсолютно разные, по разным номинациям. И очень даже есть приличные ребята, которые работают очень неплохо, но, наверное, не хватает объема их потенциала для того, чтобы вообще где-то выступать. И когда мы стали с ними работать более плотно, стало понятно, что действительно есть и самородки, есть и очень хорошие коллективы, очень сильные. Ну, естественно, есть и слабенькие, но у которых есть перспектива расти дальше. Когда мы стали работать в 2012 году более плотно с коллективами, еще выяснился такой момент, что им все-таки не хватает ни площадок для того, чтобы выступать. Призовой фонд всегда абсолютно разный. То есть чаще всего и нет никакого как такового призового фонда. Просто где-то они бесплатно работают на площадках. И поэтому под фестиваль очень даже было приятно их всех услышать. И, естественно, это дало хороший такой импульс и толчок для того, чтобы им развиваться дальше. Ну, вот несколько раз прозвучал 2012 год. Я думаю, стоит уточнить, что в это время прошел первый фестиваль Art Sound. Да, абсолютно верно. Первый фестиваль Art Sound проходил в 2012 году. Проходил он в Клубе А. Большое, конечно, спасибо организаторам этого самого фестиваля, потому что их было в общей сложности 87 человек. Вроде бы я один здесь нахожусь, но в действительности коллектив был огромный. В этом году он будет еще больше. Кому принадлежит идея проведения вот этого форума? Я так понимаю, все-таки основная цель — это некое продвижение. Идея принадлежала мне и еще вместе со мной работал Анисимов Иван. Мы вдвоем разработали эту тему. И нам, конечно же, в первую очередь хотелось вытащить наших музыкантов с их непонятных репетиционных точек. У кого-то это действительно хорошие репетиционные точки, у кого-то это просто гараж. Соответственно, это уже совсем не формат. Ну и ребята, естественно, никогда, или некоторые из коллективов никогда не работали с хорошим звуком, с хорошим светом. И для них это был такой вот как бы карт-бланш хороший. Вот вы считаете, первый фестиваль удался, он выполнил свою миссию. Вот перед вторым фестивалем изменились, может быть, какие-то приоритеты в вашей работе, подготовительной работе, я имею в виду? Ну, конечно же, не бывает ни одного стартапа, который прошел гладко и идеально. То есть это безусловно. И у нас в нашей работе точно так же были какие-то вещи, которые, собственно говоря, не до конца выполнены. Где-то есть определенные долги даже. То есть вот даже такой формат. И мы прекрасно это понимаем. И в этом году пытаемся учесть все проблемы, которые у нас были в 2012-м. Для этого мы полностью пересмотрели всю работу, которую мы провели в 2012-м году. Она была очень большой. И в этом году пытаемся сделать так, чтобы вообще все ошибки просто убрать. Ну, естественно, опыт — это самая наилучшая штука, которую можно, в принципе, получить. Вот помимо опыта вы обрели поддержку в лице, может быть, власть придержащих? Вы знаете, поддержку мы приобрели не только от Министерства по делам молодежи или, может быть, от других каких-то властных структур. Очень много людей именно подтянулось из мира бизнеса. То есть вот как ни странно. Во-первых, люди действительно понимают эту проблему. То есть проблема у нас как раз в культуре. У нас культура отсутствует в большом понимании. То есть есть какие-то локальные мероприятия, но их не очень много. И поэтому, собственно говоря, молодежь уже начинает потихонечку забывать эти форматы. И наша задача, конечно же, это наполнить полностью всем объемом. И для того, чтобы это было красиво и аккуратно, надо это делать. И мы старались это все начать делать. И когда мы начали это движение проводить в городе, соответственно, откликнулись и предприниматели, и откликнулись люди, которые нам дают огромную информационную поддержку, за что тоже также и благодарим. — Много ли ребят, тех самых музыкантов, вы сказали, что столкнулись с серьезным пластом? Вот охарактеризуйте, сколько сегодня человек, может быть, занимается именно музыкой? То, что вы сказали в гаражах, на каких-то репетиционных базах. Кто хочет себя реализовать, свой творческий потенциал таким образом? — Я, наверное, тогда перейду сразу к цифрам. Когда мы делали предварительные заявки, то есть принимали заявки на участие в 2012 году, коллективы были разные с Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и со всей области. Количество заявок было 240. — Это 240 групп? — В общей сложности не только группы были индивидуальные солисты, потому что у нас есть несколько видов хип-хоп, например, или поп-солисты. То есть это были конкретно одни люди в одном лице. Но 240 заявок — это очень серьезно. Причем до самого конкурса было допущено 80 коллективов, 70 участвовали в номинациях и 10 у нас участвовали как хедлайнеры. Но тоже в основном наши коллективы. — Возраст ребят какой? — Возраст ребят абсолютно разный. То есть есть вообще ребята достаточно молодые, то есть это где-то и 16, и 17, и 17 лет. Преимущественно возраст молодежный. Но в группах точно так же есть и мэтры. То есть очень серьезные люди с музыкальным образованием. И, естественно, они в коллективе занимают далеко не последнюю роль. — Вот я обратил внимание, что Art Sound позиционируется как шоу-конкурс. Вот какая часть фестиваля отвечает за зрелищность, а какая за состязание? — Вообще все затянуто именно под шоу. Почему? Потому что когда у нас выступают музыканты на наших знакомых площадках в городе, они показывают лишь свое творчество. Естественно, это творчество бывает разным. Некоторые музыканты работают достаточно скромно, спокойно. То есть вот если опираться на бывший СССР, то примерно так выглядели наши ВИА — вокально-инструментальные ансамбли. Сейчас, конечно же, формат должен меняться, потому что зритель не всегда приходит на группу, он иногда приходит на шоу. И это мы знаем, потому что у нас огромное количество музыкантов, которые выступают и по телевизору, и в других каких-то мероприятиях. — И появились шоумены. — Да. И естественно, вот этого формата шоу у нас не хватало. И сейчас коллективы, которые участвуют в формате арт-саунда, и они понимают, что от них требуется шоу, они даже не меняют этот формат в дальнейших выступлениях для себя. — Отборочный тур уже стартовал. Вот до 19 сентября это что будет? Или это уже какая-то квинтэсенция отборочного тура? — 19 сентября у нас будет первая номинация, которая... — То есть начало-начало? — Да, начало-начало. То есть мы будем проводить поп-солистов, солисты в поп-музыке. И, соответственно, это будет целый день. Мы будем приглашать, ну не приглашать, будут приходить абсолютно все люди, которые готовы в эту номинацию выступить. — А как вам попасть? Какую-то заявку нужно оформить? То есть при или прийти достаточно 19 сентября и сказать, я готов спеть? — У нас есть такой стандартный вариант. То есть мы взяли социальную сеть ВКонтакте, разместили там группу, очень все доступно. Там есть несколько документов, заявка, положение и все остальное, то, что требуется от музыкантов. — То есть и нужно ребятам это все сделать до 19 сентября? — Именно в этой номинации. Почему? Потому что у нас в следующей номинации будет поп-музыканты, именно коллективы, они будут у нас 20-го, а следующие номинации будут через неделю, потому что объем большой. — Ну давайте уточним, как найти у вас в социальной сети. — В социальной сети все очень просто. ArtSound так и называется группа, соответственно, в нее можно зайти. Можно точно так же попытаться прийти в Modern с удовольствием. Приглашаю всех, кто готов в Modern прийти. Телефон тоже могу свой уточнить. — Давайте я думаю назовем, да? — Телефон 8902-286-7557. — И вы готовы проконсультировать, что нужно сделать? — Не просто готовы проконсультировать, готовы пригласить, объяснить. И даже я даю такие небольшие рекомендации, как победить. Почему? Потому что я не могу сказать за все жюри, но жюри у нас точно будет заточено на предмет шоу. — Мы плавно подошли к вопросу, а судьи кто? — Это один из таких самых хитрых вопросов, который у нас всегда звучит. Когда проходят конкурсы формата города, чаще всего это 3-4 жюри. И чаще всего это люди, которые из этой же самой сферы могут влиять на результат. У нас совершенно другой подход. Мы взяли и сделали 10 жюри. Причем мы просто определили места для различных организаций. Есть у нас и профессионалы, которые в этом жюри находятся. Но именно о том, кто будет занимать кресло, мы узнаем за 3 дня. То есть делается это специально для того, чтобы ни в коем случае никто никаким образом не мог повлиять на результат. Так как в этом году мы делаем это все в модерне, у нас появился огромный зал. Там мы в зале будем делать еще одно место. Это именно из участников смотрящих, которые будут смотреть непосредственно мероприятия. — То есть можно прийти на просмотр, на отборочный тур и просто окунуться в атмосферу вашего фестиваля? — Да, да. Именно так. То есть люди подходят, начинают со своими материалами. То есть можно сделать одну-две композиции свои. То есть то, что уже было давным-давно известно. Дальше жюри уже смотрят, готов ли человек идти на вторую ступень. И там к нему подключаются уже и музыкальные коллективы, танцевальные коллективы, может быть, театральные коллективы, потому что песни у всех разные. И самое интересное — появляется кнопка. То есть у нас есть такой формат. После того, как первый тур прошел, предположим, пришло человек 30 на поп-исполнителя. Допускается у нас 15. — К фестивалю уже, да? — Именно к фестивалю, именно в этой номинации. Потому что с коллективами все посложнее, там не более 10. И человек нажимает кнопку, и на экране бегут артисты какие-то знаменитые. То есть, предположим, приходит у нас девушка молоденькая, и ей выпадает изобразить Мадонну. Единственный момент — мы не требуем никакой схожести, совершенно не требуем делать повторение голоса. То есть это может быть в каком-то своем собственном формате. — Зрители могут поучаствовать, посмотреть отборочный тур, или это будет закрыто? — Зрители могут прийти, поучаствовать, именно посмотреть и первый отборочный тур, и второй именно для этого и делается. То есть когда мы говорим про наши коллективы, в городе они выступают, ну, выступают, так скажем, да? То есть есть площадки, где их можно посмотреть. Но в формате шоу не выступает практически ни один коллектив. Естественно, не выступают в формате предложенного исполнителя. То есть у них чаще всего какие-то свои композиции, которыми они выходят уже на свет. И в результате получается, что неплохо посмотреть какой-то другой формат. Вроде бы группа знакомая, но музыка совершенно другая. — То есть вы предлагаете формат из импровизации, по большому счету? — Не совсем импровизации. У нас между первым туром и вторым будет полтора месяца именно на подготовку. То есть если будет человек выбирать, попадает ему та же самая Мадонна, то у него будет возможность из всего ее репертуара выбрать самые удобные для себя композиции. — Но первый отборочный тур ребята приходят со своим материалом. — Да. — Что они используют? Свои собственные песни или какие-то известные хиты, которые они адаптируют под себя? — Никаких нету ограничений абсолютно, да. То есть здесь самое главное творчество, самое главное, чтобы человек мог себя представить. Естественно, на первом туре мы тоже так же говорим, что формат шоу приветствуется. — Мы очень часто сегодня упоминаем слово «поп-исполнитель». А все-таки какие номинации у вас? Кто сможет заявиться к вам на фестиваль? Сколько он разнообразен? — Номинаций 8. Первая номинация, как мы говорили, это «поп-исполнители». Вторая номинация — это «поп-коллективы», то есть коллективы точно так же у нас есть. Дальше у нас «шансон», «бардовая гитара», «рог», «легкий рок», «тяжелый рок», то есть и такая вот есть номинация, «инструментальная музыка», «хип-хоп» номинация. То есть вот эти все номинации, они у нас все представлены. Они еще есть джаз. У нас их 8 штук, и в каждой номинации находятся свои какие-то супермастера, и в том числе люди, которые работают на площадках и помогают им работать. — Судя по всему, участвуют группы Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, близлежащие города или ребята из глубинки тоже смогут приехать к вам? — В 2012 году у нас было несколько человек, которые действительно приезжали с разных городов, и Каргополя, и Лениандома, то есть были разные варианты. У нас в том числе даже выступал один молодой человек на номинации «шансон» из архангельской воспитательной колонии. Да, и при всех этих вариантах он получил четвертое место. Три из первых мест, первое, второе, третье заняли серьезные профессиональные коллективы, он занял четвертое. И, насколько я знаю, ему даже суд сделал какое-то снисхождение и скостили один год с лишним. — То есть вы следите за судьбой своих участников? — В обязательном порядке. Мы не просто следим, мы даже посмотрели, что этот молодой человек устроился у нас в музыкальное училище в городе Вологда. Это очень серьезно, потому что он действительно исправился, и он очень серьезно работает в мире музыки. Единственное, что он поменял направление, он сейчас выступает в джазовом коллективе, но даже готов приехать и показать свое творчество. Когда мы наблюдали за джазовым коллективом, несколько фотографий я видел, в которых действительно с серьезными людьми из мира музыки и джаза он сфотографировал. — То есть вот оно, светлое начало музыки получается? — Да. — А какие еще коллективы после первого фестиваля не потерялись? На сцене, может быть, продолжают какую-то свою нить развития? — Мне очень нравится наблюдать за коллективом Сергея Латышева, то есть это коллектив «Живые камни», «Тяжелый рок». Когда они выступали, коллектив очень сильно был в этой номинации ярко выражен, то есть были раскрашены лица у ребят, практически это как команда «Киз», то есть это очень прикольно. И Сергей очень интересный формат увидел в самом конкурсе, то есть он понял, что да, действительно, шоу иногда дает больше, чем сам концерт. И сейчас, когда мы выступали на городских каких-то мероприятиях, то есть я точно так же с ними иногда участвую, я это увидел. Я увидел, прямо это было на набережной. И, естественно, когда выступают «Живые камни», прямо вот видно, что народ начинает кучковаться, подходить, смотреть, потому что они это помнят. И ребята используют это везде в своем творчестве. — Если коснуться такого понятия, как формат, да, вы, я так понимаю, всеядны в рамках фестиваля? — Абсолютно. — Как ребята могут себя самовыразить? Вот вы упомянули, что уже раскрашивают лица, то есть они пытаются как-то использовать и визуальный ряд, получается, да? — У нас была очень странная ситуация, то есть когда, например, выступает даже та же самая «Тяжелый рок», были такие моменты, когда ребята, спускаясь со сцены, говорили, «Слушай, ну как ты это нам плохо объяснил, что нам нужно делать все в формате шоу? — Мы готовы блеснуть. — Да, мы на фоне других смотрелись не очень. Хотя мы сделали три предварительного заседания, с каждым коллективом индивидуально встречались. Может быть, это не дошло до такой широкой аудитории, но когда все-таки они видят, чем отличается один коллектив из девяти других, они понимают, что да, вот это вот и есть та самая изюминка. — Что будет итогом фестиваля, какой-то гала-концерт? — Гала-концерт будет в обязательном порядке. Он у нас будет 29 ноября. И чаще всего это большая серьезная проблема для жюри. Потому что у нас побеждает первое и второе место в каждой номинации, и они все дружно участвуют именно в окончательном концерте. И когда начинают сидеть жюри и думать, как же можно вообще сравнивать тяжелый рок, хип-хоп, джаз, то есть это вообще совершенно разные форматы. И опираясь на 2012 год, мы решили, что все-таки мы посмотрим на реакцию зала. И когда у нас выступал коллектив «Фотифодрамс», очень сильно переживали за то, что у нас обвалятся балконы второго этажа, потому что люди склонились, им было это очень интересно. И «Фотифодрамс» естественно зажгли по полной, получили первое место. Это было заслужено. То есть тут даже жюри у нас не колебались. А вот что ждет победителей фестиваля, победителей в номинациях? Мы в этом году делаем призовой фонд. То есть у нас 25% от продажи билетов зала идет на уставной фонд. Это только наши мысли. 10% с каждого концерта будет уходить в основной призовой фонд, на первое, второе, третье место победителей основных. И естественно, у нас есть желание такое, так скажем, немножечко подпольное, я его, наверное, могу даже озвучить. Мы хотим дать за третье место приз гитара, комбик и плюс микрофон радио. За второе место мы хотим дать ударную установку с микрофонами. И за первое место мы рассчитываем, очень сильно рассчитываем, получить от партнеров, от спонсоров автомобиль «Соболь» 7-местный и предоставить точно так же музыкантам в работу. Но призы замечательные. Это не призы, то есть это надо сразу оговориться. Это наше желание. То есть мы оставляем это вакантными местами для наших партнеров и спонсоров. То есть кто готов взять эти призы на себя, это будет идеально. Ну и естественно, автомобиль «Соболь» мы красиво раскрасим, доработаем, сделаем в автослесарных мастерских доработку этого автомобиля и попросим музыкантов не продавать его три года. То есть этот логотип будет продолжать работать на своего хозяина. Ну тогда точню, желания призовые, они замечательные. Согласен, да. Но вот хотелось бы говорить о реальных вещах. То есть реальные вещи — это именно денежный фонд, который мы просто соберем на непосредственно местах. Я знаю, что после первого фестиваля вы обсуждали с конкурсантами их успехи и даже кому-то указывали на ошибки. Ну это, скорее всего, делал не я. То есть у нас есть все-таки жюри, профессиональные жюри. И в действительности это было. Причем был такой интересный момент. У нас был молодой человек Александр Дорохин со студии «Вайтбокс». Он прямо, выходя на сцену, сказал, «Ребята, я смотрю, как двигаются коллективы. Басис не двигается, минус два балла». И это было настолько понятно, потому что коллективы все, в принципе, работают совместно, они все знают Александра и, естественно, прислушиваются. Точно так же у нас были люди в жюри, которые не только давали какие-то, предположим, нарицания или еще что-то, но и в том числе говорили, что мы готовы взять вас к себе выступать. Потому что у нас в жюри были разные люди, в том числе и хозяева некоторых видов бизнеса. То есть фестиваль «Ард Саунд» может и должен стать некой ступенью к развитию, ступенью наверх для наших начинающих музыкантов. Здесь есть очень такой хитрый момент. Когда мы делали в 2012 году, у нас было желание провести его в августе. Так как мы не успевали по срокам, нам приходилось все отодвигать, отодвигать. И так получилось, что мы сделали его в конце года. Как это выглядит теперь? Получается, что все музыканты в течение года очень серьезно трудятся. Каждый что-то делает. И этот конкурс является финальным. То есть так как он у нас проходит в ноябре, и получается это очень выгодный формат для того, чтобы показать свои достижения. Подвести некий итог. Да, подвести некий итог. Мало того, в этом году у нас выбран формат статуэтки в виде звезды. То есть мы готовы сделать в виде статуэтки звезду, хотя у нас до этого был скрипичный ключ. Ну и будем идти по принципу формата Голливуда, так скажем. Если нам позволят, то мы даже попытаемся закатать в асфальт, в землю около Дома молодежи вот эту звезду. Главное, чтобы не музыканты. Да, но это будет в обязательном порядке и с ребятами, которые в 2012 году победили. То есть Фоти Фодрамс у нас уже точно эту звезду получил. То есть у нас будет своя аллея звезд? Очень хотим. То есть мы на самом деле с этим предложением вышли к директору Дома молодежи. Естественно, там все это дело обсуждается. То есть у нас как раз формат квадратика очень подходит. То есть мы вытаскиваем тот формат, который есть, и ставим свою красивую звезду. Ну что ж, вам успехов и в добрый путь. Большое спасибо. Спасибо, что приехали на программу. До свидания. Организатор шоу-конкурса Hard Sound Сергей Вишняков придал определенную мажорную тональность эфиру канала ПС. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин